Восхваляю Аллаха, Господа миров, хвалой благодарных и поминающих Его рабов. Благословляю и приветствую нашего Господина Посланника Аллаха, саллилллаху алейхи васалям. Итак, мои дорогие друзья, где бы вы ни были, ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракятух. Человек не выбирает судьбу. Он лишь может проявлять терпение к ней. А это жизнь, которую мы все проживаем. Мы находимся тут, чтобы прожить эту жизнь, а не чтобы понять ее. Захотим понять жизнь, обретем много трудностей. А если же мы будем жить по принципу, что мы рабы Аллаха, и что мы хозяева этого мира, станем счастливы? Субханаллахи лавим. Порой человек, глядя в книгу Аллаха, находит в ней удивительные вещи. Обитатели пещеры. Это группа молодых людей, уверовавших в своего Господа. Всевышний сказал о них так. «И мы увеличили их приверженность к прямому пути, и мы укрепили их сердца». Аллах. Смотрите. Человек, сердце которого было укреплено, по-настоящему верующий человек. Почему? Наш господин Муса, алейхиссалям, когда Аллах внушил его матери бросить его в реку, и она его бросила. Что сказал Господь о ее сердце? Он сказал, сердце матери Мусы опустело. То есть опустело. Оно опустело от всего. Кроме Мусы. Приведу вам похожий пример. Вот, допустим, мать. С ней маленький ребенок. Ему около трех лет. Он еще не говорит, а всего лишь идет под руку с мамой. Внезапно в толпе на рынке он вырвался из ее рук. И она не знает, где он в этой толпе. Что будет с сердцем матери? Она будет думать о том, как она сейчас выглядит? Конечно, нет. Или о платье, которое она покупает по случаю свадьбы дочери и ее сестры? Клянусь Аллахом, нет. Будет ли она думать о проблеме в отношениях со своим мужем? Нет. Никогда. О чем будут все ее мысли? Сынок, как его найти? Это и есть пустота в сердце. Искреннее верующие. Когда Господь наполняет их сердца нуром. Светом. Их сердца становятся свободными от всего. Кроме любви к Аллаху. Страха перед Ним. И надежды на Него, субханаху атааля. Когда Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, говорил о признаках судного дня, среди прочих признаков он упомянул восход солнца с запада. Сподвижники спросили, сколько это продлится у посланника Аллаха? Сколько времени солнце будет восходить с запада? Ведь солнце восходит с востока во всем мире, кроме этого дня, являющегося одним из признаков судного дня. В этот день Всевышний сделает так, что солнце взойдет с запада. Итак, сколько, он говорит, первый день как год? Будет светлый, солнечный день, длиною в целый год, 12 месяцев. Сподвижники сразу, потому что их сердца были полны любви к Аллаху, спросили, как же нам молиться в этот день у посланника Аллаха? Аллах. Наших прадедов-сподвижников беспокоило лишь довольство Аллаха. Всё, о чём они подумали. Как мы будем молиться? Мы же знаем, что если солнце в зените, а тень прямо под человеком, это полуденная молитва. Когда тень сравняется с его ростом, например, мой рост, 175 сантиметров. И будь тень такой длины, это предвечерняя молитва. После заката, уже вечерняя. Когда скроется красная заря, наступит ночная молитва. Таково расписание намазов, молитв. И вопрос, как нам молиться в этот день у посланника Аллаха? Он сказал, поделите этот день на такие же промежутки, как в другие дни. Но сейчас, субханаллах, у нас с вами есть часы и так далее и тому подобное. Я хочу сказать вот что. Сердце человека свободное ото всего. Кроме веры, возвышает достоинство. Так вот, о матери нашего господина Мусы Аллах сказал, сердце матери Мусы опустело. Она готова была раскрыть свой поступок. Как это? Сказать тот, кто в этой корзине, мой сын, которого я бросила своими руками. Она была готова раскрыть свой поступок. Если бы мы не укрепили ее сердце, чтобы она оставалась верующей. Так же и никто из нас не будет верующим, если Аллах не укрепит его сердце. А когда Аллах нас укрепит? Когда мы полностью отдадимся его воле. А как это? Уверяю вас. Да благословит вас Аллах, мои слушатели. Полиция при задержании командует «сдавайся». И что делает преступник? Он поднимает свои руки. Что это означает? Это значит, я не сопротивляюсь, и у меня нет оружия. Ни ножей, ни холодного оружия, ни огнестрельного. Ничего, он сдается и поднимает свои руки. И также тот, кто отдался воле Аллаха, отказавшись от своих сил, способностей, возможностей, он вверяет себя, силе Аллаха и его могуществу. Все. Нет убежища от Аллаха, кроме как у него самого. Субханаллах. Так вот эти молодые люди, уверовавшие в своего Господа, о которых говорится в суре Кахов. Аллах сказал, это были юноши, которые уверовали в своего Господа. И мы увеличили их приверженность к прямому пути. И мы укрепили их сердца. И когда Аллах укрепил их, они стали верующими. Вот юноши укрылись в пещере. Что это? Там тесно или просторно? Светло или темно? Тесно. Темно. Там. Есть? Коммуникации? Нет, ничего. Но заметьте, когда сердца укрепились, что сказал Аллах? Укройтесь в пещере, и ваш Господь распространит на вас всю свою милость. О Аллах! Нет такого, что в высоком дворце милость распространяется, а в маленькой пещере нет. Нет, ни в коем случае. Как говорит Илья Абумазы, счастье, или улыбка, или радость, это то, чего лишены высокие и огромные дворцы. Радость может быть и в избушке из камыша, хотя там и куска хлеба нет. Избушка из камыша, без куска хлеба, а в ней такое спокойствие, которого нет в высоких огромных дворцах, ведь жители их словно пьют из моря. С каждым глотком жажда всё растёт. Я удивляюсь, бедняку, которому хватает, а он всё равно берёт из халяля и из харама. Бедняк, бери только из дозволенного. Ислам не против богатства. Нет. Ислам не различает между богатством и бедностью. Да и благодарный богач, любимый Аллаху, чем терпеливый бедняк. Но не будь пьющим из моря. Чем больше пьёшь, тем больше хочешь. Взял один миллион, и такой, ну ещё один. Второй. И снова. Пять и всё. Потом десять. Сто миллионов. Полмиллиарда. Миллиард. А что потом? Не насытит сына Адама ничего кроме земли. Тому, кто хочет спутника. Аллаха достаточно. Тому, кто хочет богатства, довольства малым достаточно. А тому, кто хочет проповедника, смерти достаточно. Ты раб Аллаха, довольствуйся, что дал Аллах. Будь согласен с тем, что Он предопределил. Будь доволен предопределением Аллаха, твоего Господа. Господь наделяет из Своей милости. Я хочу сказать, что красота это не то, что видят в глаза. Нет. Красота, радость, довольство, удовлетворение. Это скрыто в сердцах. Поэтому Хасан Аль-Басри говорил, «Клянусь Аллахом, если бы правители узнали, каким благом мы обладаем, непременно пошли бы на нас войной». У него спросили, что это? Он сказал, «Довольство Аллахом и от Аллаха». «О, Аллах, когда ты доволен Аллахом как Господом, говоря, я доволен Аллахом как Господом, и Исламом как религией, и Мухаммадом саллаллаху алейхи ва салям, как пророком и посланником». У раба в этот момент устанавливается связь со Всевышним. И он счастлив найти шейха, который рассказывал бы о религии, брата, который наставил бы, посоветовал, поддержал. Сестру по вере, которой он поможет в болезни, трудности, это самое прекрасное, что есть. Не осталось в мире ничего хорошего, кроме встречи с любимыми ради Аллаха. Да будет доволен Аллах Абу Муси али Аш'Ари, который сказал, «Ради трех вещей хочу остаться в этой жизни». Почему хочешь остаться из-за трех вещей? Каких? Аят, который я услышу из книги Аллаха, или хадис, который я услышу от посланника, саллаллаху алейхи ва салям, или чтобы я сидел с людьми, которые отбирают лучшие речи так, как отбирают лучшие плоды». Субханаллах. Вот представьте, подобно людям, которые едят фрукты, выбирают лучшие. Так же и праведные люди сидят друг с другом и берут Субханаллах из каждого сада по цветочку. То есть, дело не в том, тесное место или свободное, а в том, тесно или свободно в сердце. Не важно, в доме тесно или свободно важно то, есть ли иман в сердце. Ведь благодарный богач лучше для Аллаха, чем терпеливый бедняк. Я хочу сказать, что если человек действительно уповает на Аллаха и иман вера заполняет его сердце, то по воле Аллаха Господа миров, его жизнь становится счастливой. И он обретает умиротворение. Преуспели верующие. Аллах, Господь миров, сделай нас из них. О, Аллах, заверши наши дела благими из них и даруй нашим дочерям праведных мужей и нашим сыновьям праведных жен. И не забывайте, нас в мольбах. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракяту.